Томный взгляд, хорошее настроение, внимание мужчин. Всё это есть у сладкоежки, благодаря серотонину и эндорфинам, гормонам удовольствия, которые вырабатываются в организме от сладкого. У каждой второй сладкоежки есть пара-тройка лишних килограммов. Ну и отлично! Именно этих килограммов не хватает многим женщинам, чтобы выглядеть аппетитно, считают мужчины. Это неудивительно. Мужчины любят женщин основательных, будущих матерей и их детей. А совсем худышка, анорексичная, иногда вызывает у мужчины страх, что она переломится, когда возьмёт в руки швабру и будет делать что-то по дому. У любительниц сладкого шансов выйти замуж больше, чем у тех, кто жуёт салатные листья в погоне за идеальной фигурой. Всё потому, что сладкоежки – оптимистки. Они отзывчивы и уступчивы. У сладкоежек в доме всегда тепло, уютно, сытно, красиво, убрано. И она никогда не съест пирожное одна, она всегда возьмёт в запас. Женщина не только сексуальна, но умна, если не отказывает себе в пирожных. Глюкоза стимулирует работу мозга. Сладкоежка не портит нервы ни себе, ни мужчине. Ведь она знает, как бороться со стрессом. Мы очень часто кормим невроз. И именно если посмотреть с обратной стороны, то чтобы у нас не было невроза, мы автоматически перестраховываемся. Одну шоколадную конфетку, как гормон радости. Те, кто любит сладкое, выглядят на пару лет моложе своих сверстниц. Конфетки, пирожные постоянно пополняют запас антиоксидантов. А ещё со сладкоежкой очень легко мириться. Всё дело в тех же эндорфинах. Кусочек тортика, и она уже забыла, почему обижалась. Кусочек тортика, и она уже забыла, почему обижалась.